Здравствуйте! В эфире программа «Город 112». О том, что случилось в Краснодаре и крае за минувшие дни, расскажу я, Игорь Зайцев. И сейчас факты, комментарии, расследования и наиболее резонансные происшествия. Коротко о главном сегодня. Страшные подробности массового убийства в Краснодаре. Материалы громкого уголовного дела переданы в суд. МАК-2017. Профилактическая операция продолжает собирать урожай. Трагедия в Челябинской области. Троих погибших на озере похоронят на Кубани. В резонансном деле о массовом убийстве на улице Шевченко в Краснодаре поставят точку служители Фемиды. Следствие окончено, дело направлено в суд. По версии правоохранителей, женщину и ее троих маленьких внуков убил 29-летний краснодарец. Причем сделал это с особой жестокостью. А подстрекала его родная мать. В деле она фигурирует как соучастница убийства. Семьи жили по соседству, нередко конфликтовали. Обвиняемая даже вела скрытую видеосъемку. А сын несколько лет следил за жертвами. 28 июля прошлого года он, вооружившись кинжалом и топором, зашел в дом соседей и устроил кровавую расправу. Его мать в этот момент погромче включила радио, а потом помогла скрыть следы убийства. Мужчину задержали спустя два дня. Его мать пыталась замять уголовное дело, предлагая следователю взятку 50 тысяч рублей. Задержали ее в момент передачи денег. Обоим грозит суровое наказание. Дело направлено в Краснодарский краевой суд. Железная дорога не терпит беспечности. В Крымском районе за один день под колесами поездов погибли два человека. Первая трагедия случилась на перегоне разъезда Эреванский, станция Ахтырская. Пассажирский поезд Новороссийск-Москва сбил 18-летнюю девушку. Спустя два часа второе ЧП. Уже на перегоне Ильская-Северская. Поезд, ехавший из Анапы в Смоленск, сбил женщину. Ее личность устанавливают правоохранители. Сотрудники транспортной полиции предварительно установили, что в обоих случаях пешеходы грубо нарушили правила безопасности. За сутки на Кубани зарегистрировано 19 ДТП. В них травмы получили 19 человек. Сейчас коротко о некоторых авариях. В станице Каневской водитель Фольксвагена не притормозил перед пешеходным переходом, по которому шла 29-летняя девушка. В результате она оказалась под колесами автомобиля и попала в больницу. В Новороссийске Ниссан столкнулся с мотоциклом Ирбис. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу. К тому же он сел за руль без прав. Мотоциклиста и его пассажира госпитализировали. Оба были без шлемов. А зря этот элемент экипировки мог бы сохранить им здоровье. В Сочи водитель «Шевроле» сбил женщину на зебре. Произошло это на перекрестке улиц Ленина и Гоголя. Горожанка шла по пешеходному переходу. Она не успела пройти буквально и пары метров, как ее сбила иномарка. За рулем был 26-летний водитель, пострадавшая госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии. Профилактическая операция МАК-2017 продолжает собирать урожай. В этот раз полицейские нанесли визит к 54-летнему жителю станицы Елизаветинской. На приусадебном участке мужчина заботливо растил и лелел мак и коноплю. Растения изъяли всего 118 кустов и направили на экспертизу, которая подтвердила, что они содержат наркотические вещества, а значит, вне закона. При обыске у станичника также нашли более 1 килограмма высушенной маковой соломки. Задержанный не стал опираться и признался в своих незаконных действиях, пояснив, что культивирование наркосодержащих растений осуществлял с целью последующего личного употребления. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков и культивировании наркосодержащих растений. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Краснодарском крае похоронят троих утонувших в озере. Трагедия случилась 2 июля в Челябинской области. Несколько семей отдыхали на озере. Алюминиевая лодка, в которой взрослые решили прокатить детей, была настолько перегружена, что перевернулась. Утонули двое взрослых и четверо детей. Поиски еще одного взрослого продолжаются. Одна из семей собиралась переехать на Кубань. Под Армавиром построили дом. В него переедет женщина, которая потеряла мужа и двух сыновей. Похоронить их она решила на Кубани. Сейчас женщина находится в шоковом состоянии. Она до последнего надеялась спасти младшего ребенка. Выплыла с ним на руках, но на берегу оказалось, что мальчик уже не дышит. В Туапсинском районе задержали подозреваемую в краже. В полицию обратилась расстроенная женщина. Расплачиваясь за покупки, она забыла свой кошелек на прилавке магазина. Когда вспомнила о нем и вернулась обратно, было уже поздно. Портмонез с 10 тысячами рублей исчез. Но не бесследно, ведь все происходящее в торговом зале снимает камера наблюдения. На видео попал и момент кражи. Так что найти вора было не так уж сложно. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейскими была задержана 53-летняя жительница города Туапсе. В ходе осмотра у нее был обнаружен украденный кошелек. Вместе с содержимым он был возвращен законной владелец. Женщина во всем созналась, говорит, увидев кошелек, не удержалась и взяла чужое. Теперь она находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Максимальное наказание за кражу до пяти лет заключения. Буйный пациент заплатит штраф за свой взрывной характер. И не только. Конфликт в Новороссийске стал одним из эпизодов в целой серии нападений на медиков по всей стране. Пациент набросился с кулаками на медсестру в карете скорой помощи. Он несколько раз ударил женщину по голове. В больнице выяснилось, что у нее сотрясение мозга. Медсестра обратилась за юридической помощью в Краснодарскую краевую общественную организацию медицинских работников. Профессиональное сообщество встало за нее горой. Юристы добились максимального наказания для хулигана. Он заплатит штраф 40 тысяч рублей. К тому же на рассмотрении суда иск о взыскании с мужчины компенсации морального и материального вреда. Возможно, после такого внушения в следующий раз при вызове скорой будет сдержание. В Анапе после нанесения временной татуировки мальчик попал в больницу. Диагноз врача просто обескуражил его родителей. Химический ожог. Отдыхать на море семья приехала из Воркуты. Но нательная живопись на правом предплечье ребенка изрядно подпортила настроение. Тату нанесли ему в Витязева, предположительно хной. На семейном совете решили порадовать сынишку. Получилось наоборот. После процедуры он почувствовал сжение и пришлось обратиться за помощью к медикам. Почему распространенная на побережье услуга оказалась опасной для здоровья, теперь разбираются полицейские. Возбуждено уголовное дело. На Кубани снова разгулялась непогода. Действует экстренное предупреждение. Из-за порывов ветра на Азовском море начался шторм. Поднялись сильные волны. Пляжи Голубицкой затопило водой. Местами она поднялась до 30 сантиметров. Очевидцы, которые опубликовали это видео в интернете, сообщают, что от наводнения пострадали прибрежные кафе и рестораны. Отдыхающие спешно покинули набережную. Возьмите на заметку следующую информацию. 12 июля во всех территориальных органах Федеральной службы судебных приставов в России пройдет день единого приема граждан. Не станет исключением и наше краевое управление. С 14 до 20 часов кубанцев, у которых есть вопросы по судебным решениям или нужна юридическая помощь, ждут по адресу город Краснодар, улица Красная, дом 22. Предварительная запись по телефонам, которая сейчас на экране. Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность. И в завершении обзор дорожных происшествий на перекрестках Краснодара. Красных партизан и аэродромная. Один водитель собирается покинуть кольцо, другой на него выехать. Но вместо этого создает аварийную ситуацию. Теперь не до спешки в ближайшие планы, обоим придется внести ремонт четырехколесного друга. Авария на Северной Рашпилевской вполне может пополнить список дорожных казусов. На светофоре загорается красный водитель, останавливается по всей видимости, начинает переживать, что его авто слишком далеко от стоп-линии и может стать помехой для других участников дорожного движения. Поэтому решает немного сдать назад. А зря, ведь там уже другой автомобиль. И он остановился совсем близко, чтобы убедиться в безопасности маневра. Неплохо было бы глянуть в зеркала и оценить дистанцию. Но поздно. Самое зрелищное ДТП с эффектной потерей бампера на Красной и Бабушкина. На проезжей части плотный поток транспортных средств. Но легковушка самоуверенно высовывается вперед. В итоге одна из проезжающих машин на большой скорости буквально сносит часть, которую не зря называют буфером автомобиля. Свою защитную миссию бампер выполняет на все 100%. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу через несколько минут. В нашем эфире смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня». Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова